В соках у нас много протеаз. Много. Вы один арбуз за раз не съедите, а если вы жмете сок, вы можете в течение часа этот сок выпить. Понимаете? И в нем концентрированное количество протеаз. То есть, а протеазы есть не только в наших клетках, они есть в клетках любого живого организма. Каждого животного и каждого любого растения, любого зеленого листика в яблоке, в арбузе, везде есть протеазы. Они существуют там для того, чтобы эти продукты могли перевариваться. Они, вот что такое? Мы едим яблоко, мы едим арбузы, что-то такое. Ведь почему говорим вот сыроедение, да? А почему сыроедение лучше, чем обычная вареная еда? Там причин много очень, но одна из причин в том, что когда мы едим сырые продукты, они сама перевариваются. Достаточно очень небольшое количество желудочного сока, чтобы началось расщепление вот этих, ну, клеток яблока и любого сырого продукта. Расщепление клеток. А если клетки расщепляются, то есть желудочный сок расщепляет клеточную оболочку, да? Если клетки расщепляются, из них начинают выделяться те же лизирующие ферменты. Из каждой клетки, любой живой клетки, это будет растительное или животное, все равно. Вон, есть люди, сырое мясо едят, говорят, сырое лучше. Ну, сырое лучше, но если кушать сырое, так ешьте, но лучше не кушать сырое мясо. Если кушать мясо, лучше кушать сырое. Но лучше его не кушать никогда, потому что это и неэтично, и это вредно. Сырое мясо тоже антиген, понимаете? А сырое яблоко уже не антиген, отнюдь. Так вот, разрушаясь, сами лизирующие эти ферменты сами разрушают, растворяют, расщепляют яблоко и любую ткань растительного происхождения. И потому мы имеем еще очень большую экономию наших ферментов, что, конечно, очень идет нам на пользу. Ведь мы почему стареем? Потому что мы без конца тратим свои ферменты на пищеварение. Это одна из причин нашего строения и другая причина, что мы едим. Мало того, что платим ферменты на расщепление вареной еды, да еще от нем мы энергии не получаем, а от варенной еды мы энергию не получаем. Мы получаем только пластический материал строительства нашего организма, а для того, чтобы пластический материал был для нас пригодный, то есть строительный материал пригодный. То есть вы не станете строить дом, скажем, слепите из песка и глины. Просто водой размешаете, слепите и начнете из этого строить дом. Для этого нужно качество строительного материала, да? Так вот, качество строительного материала должно соответствовать нашему организму. А как оно будет соответствовать, если оно мертвое? Вот разница между сыроедением и мируальной этими, да? Мертвый материал живое тело не создаст. Значит, надо еще его оживить. А что значит оживить? Это биохимически я объясняю в своих лекциях, как оживляется этот мертвый материал. Мы тратим свои же макроэргические соединения, свои макроэргии. А как они называются? Выделяется в это время тепло, окисляется пищевой субстрат, выделяется энергия, которая аккумулируется, собирается при синтезе химического вещества, которое называется аденозимтрифосфорная кислота. Сказали же? Аденозимтрифосфорная кислота концентрируется, собирается в митохондриях клетки. Так вот, это мы создали, запасли ее в наших митохондриях, в наших клетках, а теперь мы съели. Опять мы съели что-то вареное. А как его оживить, как его превратить в пригодный материал? Это надо потратить наши же энергетические ресурсы. А энергетический ресурс – это аденозимтрифосфорная кислота. Значит, она должна выйти, расщепиться, отдать свою долю энергии этому продукту. Будь это сахар, будь это хлеб, будь это что-нибудь, что бы ни было. И чем продукт более концентрированный, скажем, это не сахар, а хлеб, это не хлеб, а еще вареники, это же кошмар один, вареники – это вареное тесто, пельмени – вареное тесто с мясом. В общем, это прежде чем расщепить и усвоить, столько надо энергии потратить, сколько мы от этой еды не получим. И потому мы больше, чем нужно, тратим энергии, и потому мы живем мало, и потому мы стареем.